Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Вот он мой красавец мой. Матфея 19, глава 1 стих. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские, за Иорданскую стороной. Толкование блаженного фефилакта. Опять приходит Господь в Иудею, дабы неверующие из жителей Иудеи не имели предлога оправдывать себя тем, что Он посещал их реже Галилеян. Все? Ну тут толковать нечего. Матфея 19, глава 2-6 стих. За ним последовало много людей, и Он исцелил их там. И приступили к Нему фарисеи, и, скушая его, говорили Ему, по всякой ли причине позволите на человеку разводиться с женой своей? Он сказал им в ответ, не читали ли Вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Толкование. Он показывает, что Создатель с самого начала узаконил единоженство. Он в самом начале сочетал мужа с одной женой. Следовательно, не должно одному мужу сочетоваться со многими женами. Ни одной жене со многими мужьями. Но как вначале были сопряжены, так и должны оставаться, не разрывая сожительство без уважительной причины. Богу угодно, чтобы они по сопряжении жили так неразрывно, что позволило оставлять родителей и прилепляться друг к другу. Если же они, Адам и Ева, стали одной плотью, быв соединены посредством совокупления и естественной любовью, то расторгать законных супругов так же неприлично, как рассекать собственную плоть. Ну вот о женах разводиться. Это один из самых таких сложных вопросов. Ну, после обращения к Богу, я считаю, самый важный для тех, кто женится. Ну и не разводиться. Бракоразводных процессов сколько в церкви? При живых женах венчают несколько раз. Ну, как образец, возьмите Пугачеву. Сколько? Она обещала, так официально. Ну, а как? Ну, там говорится, как остался без жены, не ищи жены. Чего надо? А Бог сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Ну, и ты как понял, я говорю, это, спрашивай с кем-то, наполняйте землю. Ну, тебе сказали, налей полный стакан. Ты как понял? Я прихожу через день, я гляжу, ты льешь, и льешь, все водой залит. А что такое? Ну, вы сказали, налей. Да ты налил, так когда ее? Ну, а я так лью и лью. Так оно через верх льется. Земля переполнена. Сегодня думать не об этом надо, а как воспитать, как обратить к Богу. Обратиться. Церковь говорит, мать, Бог, отец. Бог рождает щад своих. Ничего об этом не знает. Павел говорит, я снова в муках. В муках, доколе отобразится вас Христос. В муках рождения. Ну, как просто у мусульман. Они принизили планку. Не больше четырех жен одновременно. И показывают, пишут тут, один женится двухсотый раз, десять раз. Но ни разу не нарушил этот закон. Ему следующая жена, наверное, жена пятая-то. Ну, он выбрасывает, у него опять три берет четвертую. Он все время берет четвертую. И все, видимо, так положено. А у христиан-то по-другому. У православных у них каноны есть. Если второй раз женятся. Ну, допустим, поженились, а она умерла. В аварии погибла. Ну, а ему-то двадцати лет нет. Ну, разрешается. Но священник не имеет права у них быть дома. Как собираются обеды, что-то. И обоих сразу на два года церковь отлучает. Даже интересно как. Церковь венчает, и церковь отлучает. Ну, а бывает так, что третий. Бывает и третий раз. Бывает несчастье какое-то, беда случилась. И все. И церковь снова венчает, но уже отлучает на пять лет. А четвертого, а четвертого брака нет. Вообще его нет. Четвертый брак считается непристойностью. И браком не называется. Василий Великий говорит. Что это за правило? Христос так не учил. Ну, так рассуждать может не православно. У них все это можно. У православных нет. Есть книга правил, каноны. В книге правил вот так вот. Так ученики поняли это. И говорят, лучше не жениться. А кто может вместить? Горе питающим сосами, беременным. Горе. А нигде не написано о горе, не женатому. Не женатый один, как человек, у которого ноги не спутаны, он легче передвигается. Так и этот. Человек, который связан с семейной жизнью, он как воин должен быть. Не обремененный ничем, заботится об охране границ. Никакой воин не связан с себя делами житейскими. Мы воины Иисуса Христа. Это вопрос очень сложный. Когда приходится так беседовать, и всякие уловки какие-то, чтобы несколько раз жениться. У Яна Амоса Камынского, он называется отец мировой педагогики, это объясняется там. Вот ярмарка суеты, и бывает умирает кто-то. А потом они идут на площадь, их взвешивают на весах. Ну, дворянин, значит, дворянин. У кого, говорит, соплей больше. Вот взвесили их, и как они женятся. Опять заковывают. Жена не сопротивляется. Расковать-то нельзя, это не на один день, это не в сельсовете. Она волоком тащится, упирается, он тащит. Мне, говорит, казалось, если он уже оковы смерть разорвала, он больше никогда не придет. Ничего не бывало. Еще 40 дней после смерти жены не исполнилось, он опять заковывает себя в узы. Вот об этом Господь уже тогда говорил иудеям похотливым. Каждый ржет на жену ближнего, как коня не коня неистовая. Ничего не изменилось. С тех пор так все и идет. Дальше. Матфея 19, глава 7 по 10 стих. Они говорят ему, Кажем Моисея заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисея по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, Кто разведется с женой свое не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, Если такого обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Толкование. Фарисеи, видя, что Господь загородил их уста, Пришли в затруднение и указывают на Моисея, будто бы противоречившего Христу. И говорят, Кажем Моисея заповедал давать книгу разводную и отпускать жену? Посему Господь, обращая всякое обвинение на их голову, Оправдывает Моисея и говорит, Моисея дал такой закон не по желанию противоречить Богу, Но по вашему жестокосердию, Чтобы вы, желая вступить в брак с другими женами, По своей жестокости не погубляли первых жен. В самом деле, будучи жестокими, они стали бы убивать своих жен, Если бы Моисей принудил их не отпускать их от себя. Поэтому он узаконил давать женам ненавидимым своими мужьями письмо разводное. А я, продолжает Господь, говорю вам, Что хорошо отпускать жену блудную, как прелюбодейцу, Но если кто прогонит несоблудившую, тот виновен, Если она сделается прелюбодейцей. А соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. 1 Коринфянам 6, глава 17 стих. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, Ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, Ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. 1 Коринфянам 8, глава 36 по 39 стих. Жена, ежели она не прелюбодействует, не должна быть изгоняема, Хотя б она была и злая. Лучше не жениться и бороться с естественными вожделениями, Нежели взять и терпеть у себя злую жену. Ну вот. Вот и избирать, что значит лучше. Про это много разных рассказывает истории. Почему, говорит, женится она как ангел? Девушка-то я ознакомился, какая? А когда женился, ну ведьма и ведьма сделалась, Он преследует на каждом шагу. И будто бы был ответ от Бога. Он говорит, я сотворил девицу Еву-то, и деву тебе дал. А женщинами-то вы их делаете. И поэтому, получаете, это ваше творение теперь такое. Это вы мое творение-то портите. И теперь вот живите с ними как хотите. Это вопрос очень серьезный. Подбирать жену и прочее нужно по качествам, о которых Господь говорит. Сначала познакомься с матерью. Какая она? Послушная мужа или теща твоя будущая? А сегодня никого не хотят слушать. Ну и живут, мотают на кулак себе. Евреев, этот вопрос тоже был сложный. Прогоняли, видя, новой жену надо, это мешает, убивали их. И тогда, чтобы не убивали их, брак по-итальянски-то был такой. Ну отпусти ее, дай разводное письмо, что она отпущенная, ушла. Но если он разведен, она ушла, там, сблудила, он имеет право жениться или нет? Муж в данном случае свободен. Как свободен? Она живая. Живая, она сблудила, изменила тебе. Церковь разрешает ему, если он не виновен. Разрешает. Разрешает, значит разрешает. Матфея, 19 глава, 11-12 стих. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть копцы, которые из шрева матери него родились так. И есть копцы, которые оскоплены от людей. И есть копцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Толкование. Дороится сохранить детство тем, которые от сердца просят. Подвиг детства, говорит, есть жребий немногих. Есть копцы от утробы матерней. То есть люди, которые по природному сложению не имеют влечения совокуплению с женами. Но их целомудрие не приносит им пользы. Есть и такие, которые оскопляются людьми. Оскопляющие же сами себя. Ради Царствия Божия суть не те, которые отрезают себя от члены. Ибо это преступно. Но те, которые воздерживаются. Понимать так. Бывает копец от природы. То есть, как выше сказано. По природному сложению не склонны к любострасти. Оскопляемый от людей есть тот, кто удаляет от себя рожжение плоской похоти вследствие человеческого наставления. Наконец, оскопляющий сам себя есть тот, кто не по чужому, а по собственному расположению добровольно решился на подвиг целомудрия. Таковый очень хорош. Потому что он независимо от других, а сам произвольно вступает на путь к Царству Небесному. Таким образом, он не принуждает к Девству, не возбраняет и брака, но Девство предпочитается. Конечно, что избрать? Иные стали буквально понимать, как Дев Проскопцов говорит. И мы знаем, вот апостол Павел, он избрал именно такой путь. Не связывать себя делами житейскими. Евангелист Иоанн, про которых уже точно церковь знает и биографию их пишет. Девственность стала прославляться. Ясно, что демографический-то вопрос легче решается мусульман. Если у каждого по четыре жены, а христиане пропадают, чтобы ни одной не было, ну кого будет больше-то? Тут толковать не надо даже. Но тогда отсюда надо понимать, какая цель у каждой стоит. Здесь речь стоит уже о религии. Матфея 19, глава 13, 14 стих. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо от таковых есть Царство Небесное. Толкование. Матери принесли к нему детей, да через возложение рук благословить их. Но как они подходили беспорядочно и шумно, посему ученики и возбраняли им, а вместе и потому, что думали, не унижается ли достоинство их учителя тем, что приносят к нему детей. Таковых, то есть простых, чуждых злобы и лукавства. Посему, если и ныне к какому учителю приходят с детскими вопросами, он не должен отсылать их от себя, но принимать. Ну, это тут я ясно бестолковаю. Толкование, вернее. Я даю только комментарии, я не толкую ничего, чтобы понятно было. Но комментирую, как на сегодняшний день это относится. Для меня слово Божие живо и действенно, оно мне эпиграфом взято в комнате, висит в каждой комнате. Вот так. Чтобы мы искали высшего. Я считаю, два этапа, без которых человек напрасно родился. Первое, родиться свыше. И второе, быть обладаемым, вводимым Духом Божиим, иметь крещение Духа Святого. Полностью быть погруженным в благодать. Дальше. Матфея 19 глава с 15 по 17 стих. И возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему, Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. И если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Полкование. Подошел ко Христу не как к Богу, а как к простому человеку. Если ты называешь меня благим, как обыкновенного Учителя, то называешь не так, потому что никто из людей не благ сам по себе. Это во-первых, потому что мы обыкновенно бываем переменчивы, обращаемся от добра к злу. Во-вторых, потому что человеческая доброта, в сравнении с добротой Божией, есть худоба. Матфея 19, глава 18-19 стих. Говорит ему, какие? Иисус же сказал, Не убивай, не пролюбодействуй, не кради, не лжи свидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Толкование. Господь отсылает вопросившего к заповням закона, дабы иудеи не сказали, что он презирает закон. Ну, все понятно. Матфея 19, глава 20-24 стих. Юноша говорит ему, Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне? Иисус сказал ему, Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на немецах, и приходи и следуй за мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее вермлюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому, войти в Царство Божие. Толкование. Некоторые осуждают юношу всего, как человека хвастливого, тщеславного. Как он говорит, исполнил заповедь о любви к ближнему, когда был богат. Никто, любя ближнего, как самого себя, не может быть богаче ближнего, а всякий человек есть ближний. Тогда многие терпели голод и были без одежды. Если бы он был милостив, то не был бы богат. Что ты соблюл по твоим словам, то, говорит, соблюл по-иудейски. Если же хочешь быть совершенным, то есть моим учеником и христианином, то пойди продай имение своей, точность раздай все вдруг. Не удерживай у тебя ничего, даже под тем предлогом, чтобы подавать постоянно милостыню. Не сказал давай бедным, то есть понемногу, но отдай вдруг и останешься без всего. Иные, подавая милостыню, веду жизнь, исполнил всякой нечистоты. Ибо хотя он жевал, и почва сердца его была глубока и тучна, но ее заглушили тернии богатства. Кто имеет немногое, тот немного связывается богатством. Но большее богатство налагает крепчайшие узы. Богатый не войдет в царство небесное. Пока богат и умеет у себя лишнее. Между тем, как другие, не имеют и необходимого. Некоторые, под верблюдом, разумеет не животное, а толстый канат, употребляемый корабельчиками при бросании якорей для укрепления корабля. Может быть так, но смысл понять. Богатому трудно, и однако все стремятся к богатству. Я иногда в выступлениях, когда говорят, ну вот вы были бы миллиардером, ну бог спас меня от этого. Но если бы кто-то отдал деньги, я бы не отказался. Ну допустим, дали бы вам там миллионов, хотя бы 5 долларов, там евро. Ну, опять. Я бы купил сразу комбайн нашему брату Старосе Игорю. Без слез нельзя смотреть, как он убирает, и буквально на завязках все. Денег-то нет. Второе, сделал бы дорогу в Потеряевку. Купил техники всякой. Школу отдельно построил, отдельно учителям. Добавил бы оклад, раз в 5 хотя бы больше, чем они получают. Ну и дома строить вначале бы, чтобы люди приезжающие имели дома. А тут и деньги кончились. Вот и все. Мне ни одной копейки не надо. Не надо просто. Не надо, у меня ничего не нужно. Я не нуждаюсь ничем. Совершенно. Я был в Америке, так они со мной замучились. Они ни одной пачки мороженое продают не могли мне скормить. Мои рваные носки не могли заменить. Никак. Мне тяжело это. Вот я какой есть, вот такой я есть. Я не придумываю, не придуряюсь. Мне так хорошо. Что богатство? Богатство, когда ты ни в чем не нуждаешься. А если у тебя богатство много, дача и проще, а ты все еще нуждаешься, то то бы достать. Ты бедный. Дальше. Матфея 19, глава 25-26 стих. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, «Да кто же может спастись?» А Иисус, воздрев, сказал им, «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Толкование. Человеколюбивые ученики спрашивают не для себя, ибо сами они были бедны, но для других людей. Господь же научает измерять дело спасения не человеческой немощью, но силой Божией. А при помощи Божией, кто начнет быть нестяжательным, тот успеет и в том, чтобы отсекать излишнее, а потом дойдет и до того, что станет отказывать себе и в необходимом. И таким образом, при той же помощи Божией, благоуправится и получит Царство Небесное. Знаете, благоуправится, такие слова, такая бы устаревшая, но они все понятные. Я удивляюсь переводчикам, какие переводили на русский язык, как будто сегодня. А это 1876 год. Говорят, язык Пушкина, кто другой, это язык Евангелия. Библия сохранила язык в неприкосновенности вот уже более 100 лет. Только так можно объяснить. Везде все меняется, и всякие жаргоны, в Библию ничто не проникает. Четыре духовные академии переводили. И вот, когда говорится о богатстве, о пути с Господом, какие они находились слова, выражения. Грамота их была безмерна, велика. И мы специально молимся, поминаем этих переводчиков перед Богом, что незнакомый язык не знаем, они сделали для нас доступным Евангелие, потому что Евангелие верено было апостолам, они в большинстве своем были евреи, тот язык нужно было знать. Матфея 19, глава с 27 по 30 стих. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Иисус же сказал им, «Истину говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в пакет бытии, когда сядет сыр человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми». Толкование. «Хотя Петр, как человек бедный, по-видимому, не оставил чего-либо большего, но знает, что на самом деле он оставил многое. Мы, люди, обыкновенные за немного держимся крепко. А Петр, кроме того, оставил все мирские удовольствия и самую любовь к родителям. Отказался от родников, от знакомых и даже от своей воли. А ничто так неприятно для человека, как своя воля. Впрочем, и все означенные страсти восстают не только на богатых, но и на бедных. «Уже ли в самом деле сядут, — говорит Господь? — Нет. Под образом сиденья означено только преимущество чести. Но уже ли сядет Иуда, который был там вместе с другими, когда Господь сказал все слова? — Та же нет. Ибо это сказано тех, которые решительно последовали Христу, то есть до конца. А Иуда не до конца последовал ему. Бог часто обещает благо достойным. Но когда они изменяются и становятся недостойными, отнимают у них эти блага. Подобным образом поступает он и с непокорными. Часто грозит им. Но не посылает беды. Как скоро переменятся. Под поки бытием, разумеем, бессмертие. Дабы кто не подумал, что вышесказанно относится к одним ученикам, Господь распространяет свое обетование на всех. Творящих, подобное тому, что творили ученики. И они вместо сродников по плоти будут иметь свойства и братство с Богом. Вместо полей — рай. Вместо каменных домов — горный Иерусалим. Вместо отца — старцев церковных. Вместо матери — церковных старец. Вместо жены — всех верных жен. Не в брачном отношении. Нет, но в отношении духовных, в духовной любви и попечении о них. Впрочем, Господь не просто, не без причины велит отделяться от домашних, но тогда, когда они препятствуют благочестию. Равно как, когда Он повелевает возненавидеть душу и тело, не следует, что должен убивать самих себя. Но что не должно щадить себя для соблюдения веры Христовой, когда потребует того обстоятельства. Когда же Марк, Марка 10 глава 30 стих, предсем говорит, что с избытком получит еще и в нынешнем веке, то это надо бы наразуметь о даровании духовных, которые не сравненно выше земных и служат залогом будущих благ. Пользующиеся этими дарованиями бывают в великой чести. Так что все люди с уважением просят их молитв, дабы для них получить божественную благодать. Здесь намекают на иудеев и язычников. Иудеи, бывшие некогда первыми, сделались последними. А мы, язычники, прежде последние, стали теперь первыми. Первыми. Все, конец главы. Слава Христу. Тут пояснять нечем, все слишком ясно. Немножко прочитать еще. А все закончилось. Ну, несколько хотя бы, чтобы захватить. Она с 20 главой состыкуется. Ну, 20 главу начать, да? Да, там, чтобы она состыковалась. Матфея 20 глава с 1 по 7 стих. Ибо царство небесное, подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой, и договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой, выйдя около третьего часа. Он увидел других, стоящих на торжище праздно. И им сказал, идите, и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять, выйдя около шестого, девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно. И говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите, и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Толкование. И Иисус есть царство небесное, и он подобен человеку, и его принял и образ наш. Он есть и домовладыка, и его владычествует над домом, то есть над церковью. Все это домовладыка Христос и шел из недоотчих и нанимает делателей виноградник, то есть для исполнения заповедей и исследования Писаний. Каждого из нас он нанимает для возделывания виноградника, то есть своей собственной души. Но нанимает одного утром, то есть в юном возрасте, другого в третьем часу, то есть около 25 лет, иных в шестом и девятом часу, то есть лет 30 отруду и вообще в мужеском возрасте. А в одиннадцатом часу старцев, ибо многие в старости уверовавшие получили спасение. Ваши комментарии? Да. Господь ищет делателей наниму свою. Господь все делает в этом направлении руками людей, желающих сотрудничать с ним. Нужно постоянно молиться о таких архиереях, епископах в церкви, которые пережили рождение свыше, у которых была встреча со Христом. А тех, которые воистину крещены Духом Святым, которые любят Слово Божие и делали проповеди Его, ставят на первое место, превыше всего. Тогда они будут искать подобных служителей и на низшей должности, а не держать возле себя людей по признаку личной преданности. Если нет проповеди в каком-либо приходе, нет духовного рождения. Архиерей должен бить тревогу и вникнуть, почему вымирать вера в людях, почему наступила демографическая катастрофа в духовном плане. Сегодня говорят только о физической беде с рождаемостью. Из великих наций русская нация сегодня быстрее всего исчезает с лица земли. Православная церковь сегодня находится как бы в резервации, но уже не от безбожных властей, а от невозрожденных епископов, и это страшно. Может случиться, что православная вера вообще исчезнет, и останутся только единцы верных Евангелию. Святые мужи об этом не раз говорили. Слава Христу, что Он дает нам это понять и трудиться на этой ниве, а уж как Бог примет. Все, заканчиваю, покажу еще, что у нас самое ценное. Я каждый раз, когда заканчивается, показываю наш трехтомник Новый Завет. Это полное толкование Нового Завета вместе с Апокалипсисом. Нам Господь это позволило создать удивительное, чудное творение Феофилакта. Здесь толкование вместе с Апокалипсисом. Вот. Ну и в интернете у нас главное это сайт 3W Кристине 1 Народ Ру Во свете Библии. Православный библейский сайт. А внизу православный форум Игнатия Лапкина. Вот в него если ткнуть, вот в эти буковки-то, то оно сразу откроется, вот он форум. Вот он, православный форум. 1440 тем разных. Кроме того, у нас очень богатый материал. Это mail.ru мой Игнатий Лапкин. Зарядите только, я один. Но не там, где я с голубем стою. С голубем это контрольная страница. А вот так, просто в шапке. Здесь. Ну а это во свете Библии. Здесь у меня на сайте 50 книг насчитано моим голосом. Можно скачать и дорогой слушать. Но самое ценное во всем, что показывает, это вот справа столбец. 55 папок. 4124 ответов по темам. Это вопросы, которые мне задавали в университетах, в милиции, на радио, где я вел три программы несколько лет. Вот это все здесь есть. Ну а кроме того, нам Господь позволил еще канал создать. Православный видеоканал открытым оком во свете Библии. В Google зарядите Игнатий Лапкин канал, видео. Вот он здесь есть. И здесь выставляются материалы. Сейчас выставляются материалы, как я был нынче в Азербайджане. Мы 15 стран прошли и 6 республик исламских. И как в доме Муллы беседуем о Христе. Вот это все здесь есть. Заходите на наш канал или подписывайтесь. Тут регулярно выставляются материалы. Ну у нас есть еще живой журнал, но он такой стоит и стоит, нигде нет. Тут нахваливают Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук. У меня все это есть по страничке открыто. Ну а работать там невозможно. Я считаю, как будто их и нет. Ушел и туда не заглядываю. По одному, по двум где-то послать. Вот Mail.ru год назад было. Я мог посылать 3000 знаков, 12 фотографий на 10 тысяч человек сразу. Вот это работа была. Все, я отошел. Занимаюсь. А ты смотри здесь вплотную подальги. Еще надо покажи. Тут у меня вопросы идут. Надо отвечать. хаээээ anайса. Продолжение следует... Продолжение следует...